МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупный пожар в Карагандинской области. Как тушили разрушивавшиеся огни? Что стало причиной возгорания? Новый этаж там. Насколько он опасен и готов ли город к проникновению очередной мутации коронавируса? Это данные докторов CDC, которые заявили, что вирус это снижает диагностический потенциал и снижает эффективность лечения. Взрывы, звуки сирен и падение самолета. В Алматинской области проходят масштабные международные учения ЖР-2021. По легенде учений разбился гражданский самолет, после чего загорелся. Возвращение домой в Казахстан прибыли 27 кандасов из Ирана. Какую поддержку им оказывает государство? Это наша историческая родина. Земля, где жили наши предки, будут жить наши дети. Сегодня простились полицейскими, которые погибли при стрельбе в микрорайоне Акбулак. Майора полиции Дархана Сулейва с подобающими почестями похоронили на кладбище Кенсай-2. В честь офицера трижды прогремел залп из боевого оружия. У полицейского остались жена и пятеро детей. Ему было всего 39 лет. Дархан долгое время работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Он был очень трудолюбивым и достойным сотрудником. Прошел только один месяц, как он стал старшим участковым. Мы не ожидали, что случится такая трагедия. У него остались пятеро детей. Младшему всего пять лет. Все они несовершеннолетние. А вот участкового Нурбола Байгазива похоронили утром в поселке Сарыба Алматинской области. Напомню, 20 сентября в Алматинском микрорайоне Акбулак произошла трагедия. Огонь открыл 54-летний житель частного сектора. В результате погибли двое полицейских, судоисполнителей и двое гражданских лиц. Стрелка задержали в тот же день. Ему грозит пожизненное заключение. Это сотрудники были одними из самых достойных в системе органов внутренних дел. Очень перспективные. И они, не жалея своей жизни, занимались обеспечением правопорядка на обслуживаемом участке. Теперь, пользуясь случаем, хотел бы выразить искренние, глубокие слова соболезнований семьям погибших сотрудников. Акимат города Алматы выделит семьям погибших полицейских жилье. Им также в полной мере будет оказана моральная и материальная помощь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, выражая искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Чтобы поддержать семьи, Акимам города Алматы с Агентаевым Бахаджаном Абгировичем принято решение о выделении для семей погибших наших сотрудников соответствующего жилья. Кроме того, наши сотрудники приказом министра внутренних дел за особые заслуги в обеспечении правопорядка награждены медалями Министерства внутренних дел. Крупный пожар минувшей ночью тушили в Карагандинской области. Огнем была охвачена территория по переработке автопокрышек на железнодорожной станции «Сортировка». Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали 38 человек личного состава регионального ДЧС. Было задействовано 10 единиц спецтехники, а также пожарный поезд емкостью 100 тонн. Угрозы зданиям и жилым строениям нет. Обошлось без жертв и пострадавших. Ковидные стационары Алматы заполнены на 40%. Свободными остаются еще чуть больше трех тысяч коек. Об этом буквально полчаса назад, отвечая на вопросы горожан. В прямом эфире сообщил глава мегаполиса Бакаджан Сагентаев в программе «Акиматлайф». В целом в городе наблюдается заметное снижение заболеваемости коронавирусом в отличие от предыдущего месяца. Однако это не повод расслабляться, отметил Аким. Большая стал маатинцев все еще находится в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи. Еще 111 детей получают стационарное лечение. Также Бакаджан Сагентаев рассказал об уровне заражаемости среди школьников с начала учебного года. За период с 1 сентября, вот видите вы на слайде, 2058 школьников у нас заболело. Из них 629 те, которые обучаются оффлайн, то есть посещают школы. Мы думали, что будет, опасались, что будет больше, но в принципе вот 629 больше вот те, которые обучаются онлайн. Но в основном это заражение идет не внутри школы, а в семье. Также стало известно, что конкурс на лучшее озеленение двора будет продолжен и в следующем году. Проект вызвал огромный интерес среди алматинцев и теперь участвовать в нем смогут и предприниматели. Напомним, в день города были подведены итоги конкурса. Обладателям лучшего двора Аким лично вручил сертификат на 5 миллионов тенге. Победителями в этом году стали жители многоквартирного дома в Турксибском районе. Мы будем дальше продолжать, расширять и к нам сегодня поступают даже заявки не только от дворовых территорий. Теперь уже и бизнес тоже хочет участвовать и говорить, что у кого лучшее оформление зеленое перед своим офисом, магазином, кафе и так далее. Так что здорово, что очень много таких желающих, но будем продолжать обязательно. Свыше 2400 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане за последние сутки. Наибольший прирост отмечается в Алматы. 498 подтвержденных фактов. Выздоровели от инфекции более 3800 казахстанцев. Зафиксировано 59 смертей от ковида и пневмонии. В стационарах страны на сегодня лечатся от обеих болезней свыше 67 тысяч человек. В тяжелом состоянии находятся тысяча пациентов. Главный санврач Алматы рассказал об опасности нового штамма ЭТА. По исследованию зарубежных врачей, нигерийский штамм снижает эффективность лечения. На данный момент его обнаружили в четырех регионах страны. По итогам секвенирования 96 образцов в Казахстане циркулирует 4 вида COVID-19. Наиболее распространен индийский дельта-штамм. По данным ВОЗ, на сегодня ЭТА зарегистрирован в 77 странах мира и классифицируется как вызывающий интерес. Клинические признаки такие же, как и у предыдущих штаммов. Это высокая температура, потеря обоняния и вкуса. Это данные докторов CDC, которые заявили, что вирус ЭТА снижает диагностический потенциал и снижает эффективность лечения. То есть он ускользает от диагностики, приобрел такие свойства, как ускользает таким образом от диагностики и от лечения. Также он обходит и иммунную систему. По словам Жанарбека Бекшина, для того, чтобы лишить новые мутации вируса возможности обходить иммунитет, необходимо поставить вакцину. Несмотря на то, что эффективность имеющихся препаратов против новых мутаций незначительно снизилась, они способны минимизировать летальность и тяжелое течение болезни. На сегодня, по заявлениям разработчиков, в отношении всех вирусов эффективность составляет 81% спутниковей. И также Pfizer, Moderna, у них с появлением новых штаммов снизилась эффективность. Но при этом нужно сказать, что заболевания проходят, если даже в легкой форме, отсутствуют тяжелые формы, вакцинация резко снижает и летальность. По оценкам специалистов, коронавирус в США унес жизни больше, чем испанка в 1918 году. Во время пандемии испанского гриппа, который свирепствовал в мире в начале 20 века, погибло больше 670 тысяч американцев. А жертвами COVID-19, по последним данным, стали уже 675 446 жителей страны. В среднем за сутки в Штатах от опасной инфекции и ее последствий умирает около 2000 человек. Отмечается, что темпы вакцинации в США заметно снизились. И на сегодняшний день непривитым остается каждый четвертый житель. Защитить себя, пройди переписи, получи подарок. Необычную акцию среди вакцинированных провели в Медеусском районе Алматы. Мероприятие организовали на территории одного из городских рынков. Кому и какие призы достались, знает Диас Мохамбетов. Получить вакцину, пройти перепись населения, а еще и стать счастливым обладателем одного из множества призов, в том числе бытовой техники. Такую возможность алматинцам предоставил районный Акимат. Трехдневную акцию организовали на Зеленом базаре. Алматинка Сауля Дилова решила пройти онлайн-опрос, а заодно испытать свою удачу. Как оказалось, не зря. Сделала перепись себя, мужа и двоих детей, показала уведомления на стойке и стала участником розыгрыша. И мне повезло, на второй попытке я выиграла вот такой приз. По словам организаторов, подобные конкурсы не только мотивируют горожан вакцинироваться, но и дают возможность принять участие в национальной переписи. Во-первых, проведение подобных акций позволяет нам разъяснять населению о возможностях прохождения онлайн-переписи населения и получения вакцины. Кстати, участвовать в акции могут и те, кто привился против коронавируса. Несмотря на улучшение эпидситуации, опасность еще не миновала. Поэтому известные казахстанцы призывают соотечественников защитить себя и близких от смертельной инфекции. Это очень необходимая вещь для того, чтобы мы были гарантированы к тому, чтобы нас не застанет врасплох эта откуда-то взявшаяся болезнь, которая унесла, уже унесла очень много известных людей в сфере искусства, не только в сфере искусства. Поэтому я всех вас призываю, просто вакцинируйтесь, не надо бояться. По поводу вакцинации я могу сказать один очень простой научный факт. В данный момент уже выяснено, что, если не ошибаюсь, люди вакцинированы в 7, а то и в 11 раз меньше заболевают COVID-19. О чем здесь еще говорить? За прошедшие сутки вакцинировали свыше 6 тысяч алматинцев. Город приближается к миллионной отметке по количеству привитых первым компонентам. В мегаполисе функционирует 160 пунктов вакцинации и работают 237 прививочных бригад. Диас Махамбетов, Сымбат Мугай, Мирам Исабеков, Сагандык Нарыков, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, вы смотрите новости далее в выпуске. Взрывы, звуки сирен и падение самолета. В Алматинской области проходят масштабные международные учения ЖЕР-2021. По легенде учений разбился гражданский самолет, после чего загорелся. Возвращение домой в Казахстан прибыли 27 кандасов из Ирана. Какую поддержку им оказывает государство? Это наша историческая родина. Земля, где жили наши предки и будут жить наши дети. Продолжаем выпуск. В Алматы дефицит строителей. Самому крупному городу страны требуется 20 тысяч специалистов. Об этом на заседании полицовета Нарутан заявил председатель городского филиала партии Бакаджан Сагентаев. Во время онлайн-совещания обсудили реализацию программы «Дорожная карта» по выполнению предвыборной платформы. На сегодня партийцы провели 43 мероприятия. Речь зашла и о проблемных вопросах, в том числе о сложностях, связанных с выкупом земельного участка для строительства дорожных развязок, а также для возведения школ и надземных пешеходных переходов. Акимгорода поручил участникам встречи решить все проблемные моменты в указанные сроки. Сейчас будет проведен дополнительно соответствующий глубокий анализ причинных условий, после чего будет принят соответствующий отдельный план мероприятий по их решению. То есть все акимы города, представители городского филиала партии Бакаджан поставят на задачу обеспечить реализацию всех обещаний, которые дала партия. Поэтому работа в данном направлении будет продолжаться. В североказахстанскую область прибыли 20 семей кандасов из Ирана. Их разместили неподалеку от Петропавловска и предоставили арендные дома по программе «Янбек». При этом этнические казахи получат субсидию в размере 200 тысяч тенге. И еще по 500 тысяч, если захотят начать собственное дело. С теми, чьи предки около века назад покинули историческую родину, встретились наши корреспонденты в регионе. Семья Балиевых ушла за кордон в первой половине прошлого века, спасаясь от Великого Голодомора. Около 100 лет их предки жили в Иране и мечтали вернуться на историческую родину. Осуществить мечту удалось нынешнему поколению. Путь из Южной Азии оказался нелегким. Однако усталости, говорят кандасы, не чувствуют. Людей переполняет ни с чем несравнимая радость. Они вернулись домой. Это наша историческая родина. Земля, где жили наши предки, будут жить наши дети. Они учились в школе и в университете на Иранском. Все работают в торговле. Все хорошо там было, жили неплохо. Но здесь, думаю, наших детей ждет счастливое будущее. Мы приехали сюда, чтобы обрести себя. Как-никак мы в казахе. Здесь такая красивая природа. Многие, переезжая в другую страну, чувствуют себя неуверенно. Но здесь нас гостеприимно встретили. Будем трудиться и жить в единстве. Пусть нас всех благословит Аллах. Всего из Ирана прибыло 27. Это 54 этнических казаха. 18 из них – дети. Сейчас они живут в селах Николаевка, Сергеевка и Петровка, близ Петропавловска. Там кандасам предоставили дома в аренду с правом выкупа по программе «Имбек». Новоселам предстоит еще оформить гражданство и найти работу. Ну а пока же для них будут проводить бесплатные занятия по изучению казахского языка. Это была вторая волна. Приедут еще кандасы. Многие из них из интеллигентной среды. В их числе один врач, механизаторы, экскалаторщик и сварщик. Среди женщин в большей степени швеи. В дальнейшем они планируют создать более 20 рабочих мест по обработке шерсти и производству ковров в национальном стиле. По данным Управления занятости и соцпрограмм, с начала года в Североказахстанскую область из России и Узбекистана прибыли 40 семей. Всем им был присвоен статус кандасов. Айен Рефина Рихпаева, Нургуль Алина, телеканал Алматы. А в Алматы семья двухмиллионной жительницы мегаполиса Айалы Жамбыл готовится к долгожданному переезду в новую квартиру. Вместе с ними счастливые новоселья справляют еще 220 многодетных семей. Ранее, в честь Дня города, все они получили ключи от квартир. Со счастливыми новоселами встретилась моя коллега Рамина Мирзалимова. В семье Абельдаевых долгожданный праздник. Они стали счастливыми обладателями трехкомнатной квартиры в центре Алматы. Ключи матери Айалы Жамбыл в день города вручил Аким Бакаджан Сагентаев. Мать шестерых детей уже думает, как обставить трешку. Алия признается, когда узнала, что ее семье собирается предоставить квартиру, сразу не поверила. Этот дом нам бесплатно выдали. Я очень благодарна Акиму города. Иметь собственное жилье – мечта каждой семьи. Спасибо, что протянули нам руку помощи. Это все благодаря нашей дочери Айала. Мы очень счастливы. А это уже семья Курлан Кадыркуловой. Она получила жилье по госпрограмме в жилом комплексе «Алма-Сити-5». После того, как не стала супругом, многодетная мать 8 лет скиталась по съемным углам. Раньше я снимала квартиру в аренду и платила по 40 тысяч тенге. За эту мы будем платить 20 тысяч. У нас теперь своя трехкомнатная квартира. Мы очень рады и желаем каждой семье ощутить эту радость. На сегодня мечта обрести собственное жилье сбылась у 227 многодетных семей. Всем им выдали трехкомнатные квартиры. Дома возвели в Новом Алматы. Рядом с жилыми комплексами будут построены новые школы, детсады и поликлиники. А территорию благоустроят. Мы с периода прошлого года, марта месяца, начали этот объект в количестве 128 блоков, 218 тысяч квадратов, 3800 квартир. Сейчас, в данное время, практически все эти дома готовы. Начали выдавать уже квартиры, 350 квартир выдали уже. До конца года в городе планируется ввести в эксплуатацию свыше 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Всего же с начала года долгожданное новоселье отметили больше 2000 нуждающихся семей. Рамина Мирзалимова, Наскен Еркан, Мурат Тайжанов, Жаслан Умерзаков, телеканал Алматы. Более 11 миллионов тенге могут получить граждане, сообщившие о факте коррупции. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции города Алматы Даниэр Таумурат. Во время подведения итогов работы департамента за 8 месяцев он обратился к алматинцам и призвал их сообщать о коррупции. Он добавил, что за это они могут получить 10% от суммы взятки. При этом максимальное вознаграждение составит 4000 МРП или 11,5 миллионов тенге. Также в рамках профилактики правонарушений с начала года департаментам было проведено 8 внешних анализов коррупционных рисков в работе государственных и квази-государственных секторов. В итоге были даны 173 рекомендации. Благодаря нашей совместной работе уже с начала года порядка 13 миллиардов тенге нами удалось сэкономить. За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 75 преступлений. Выявлено 3 факта системной коррупции, 6 фактов вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса. К ответственности привлечено 50 лиц за совершение коррупционных преступлений. Существенную работу в этом направлении провели и общественники в рамках проекта Алматы Адалдак Аланы. За помощью к ним обратились более 2000 жителей, треть из которых полностью восстановили нарушенные права. Приняли наши общественники участие в ряде мониторингов по распределению контролю ценно-лекарственных средств, мониторинг общежитий по подготовке учебного года, по распределению компьютерных техники в школах города, в сфере жилищной политики, дошкольного образования, экологического регулирования и так далее. Причину обмеления реки Акжаик в Атраусской области назвали в Минэкологии. По словам специалистов, пересыхание отдельного участка реки произошло из-за ветра. Однако сейчас он сменил направление, поэтому острова вновь затапливают водой. Поспешили успокоить в профильном ведомстве. Напомню, ранее экологи забили тревогу. Неподалеку от города, в районе села Алмалы, дно реки выступило из-под воды. На отдельных участках появились острова. Уровень воды снизился почти в три раза. Экологи говорят, что необходимо провести дно углубительной работы. На этих участках с 2004 года ведутся работы по углублению дна реки. Было очищено 16 перекатов, но проведение работ на других участках не рассматривалось. Получается, при разработке проекта исследования не проводились. Согласно статданным, за последние четыре года уровень воды на озере снизился на 60%. И для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление, планируется углубить дно водоема еще на протяжении 51 километра. В Алма-Атинской области потерпел крушение гражданский самолет. Такой сценарий сегодня отрабатывали спасатели нескольких стран на берегу реки Ильи. В урочище Тамгалы-Тас стартовали международные учения ЖЕР-2021. С тренировочного полигона репортаж Дамира Анитова. Взрывы, звуки сирен, летающие вертолеты. Такое ощущение, что мы оказались в горячей точке. Все очень реалистично. Количество задействованной техники и спасателей трех стран, в том числе Кыргызстана и Узбекистана, не сосчитать. В учениях задействовано 40 единиц техники, два вертолета и специальное оборудование. Все страны-участники в первый день справились с поставленной задачей. Работу оценивали не только специалисты, но и депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, представители ООН и сотрудники местного Акимата. Так как здесь отрабатывались приемы взаимодействия между подразделениями соседних государств. По легенде учений разбился гражданский самолет, после чего загорелся. Пламя сразу же перекинулось на близлежащие цистерны с пропаном и аммиаком. Прибывшие на место спасатели сразу же начали тушить очаг возгорания пеной. В это время пострадавших экстренно доставляли в развернутые здесь мобильные госпитали. Тем временем у реки Ильиш шла отработка по спасению людей из воды. Одним словом, было эффектно. В течение двух дней мы практически отработали действия по погрузке в разных регионах. Техники и сил для доставки непосредственно в зону чрезвычайной ситуации. Была выбрана тематика землетрясения на территории Алматинской области. Поэтому здесь решались вопросы, как обеспечение поисково-спасательных работ непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации, так и привлечение с различных регионов страны личного состава техники. Добавлю, что первый день международных учений ЖИР на этом этапе завершен. Завтра пройдут соревнования по спасательному многоборью КАСПАС-2021. Лучшие спасатели из трех стран попытаются выявить сильнейшего в нескольких дисциплинах. Победители наградят сразу после состязания. Между тем, силы воздушной обороны Казахстана проверили на боевую готовность. Внезапные учения провели на полигонах Оймаша, Коктал, Шагас и Саршаган. Для того, чтобы повысить мобильность с помощью самолетов военно-транспортной авиации, солдаты, оружие и техника были переброшены на расстояние более трех километров. Экипажи армейской авиации провели десантирование спецподразделений при огневой поддержке ударных ветолётов Ми-35М. На внешней подвеске винтокрылых машин пилоты осуществили транспортировку артиллерийских орудий и малогабаритных транспортных средств, включая лодки и автомобили-баги. Кроме того, были отработаны ракетные удары по объектам противника. Были выполнены полёты, цели которых обнаружить и уничтожить наземные объекты в составе пары. Цели были достигнуты, установлены строки и поражены с неуправляемых авиационных средств поражениями. Редактор субтитров А.Семкин